Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня обсудим спойлеры к новым сериям сериала «Зимородок» и интересную информацию о сериале. В ближайших сериях Ифакат с помощью Халиса Аги устроит судьбу Суны, и уже стало ясно, что она должна будет родить от Фуата ребенка, и это только запутает положение дел в особняке. Суна, не имея выхода и чтобы остаться любым способом в особняке, готова даже на такую роль. А господин Казым ради денег будет молчать. Сейран будет шокирована таким исходом событий. Асуман, конечно, когда узнает о планах, и Факат касаемо Суны будет очень огорчена. Со временем Сейран и Суна станут конкурентками в особняке Карханов. Из-за того, что Сейран будет на стороне своего мужа Ферита, а Суна на стороне Фуата, стала появляться информация, что Сейран узнает о прошлых взаимоотношениях Султан и Ферита в ближайших сериях не исключено, что от Юсуфа. Сама психотерапевт Гюльсерин Будайджаглу, по записям которой снимается сериал «Зимородок», заявила, что персонажи могут со временем с плохих становиться хорошими и наоборот, потому что жизненные обстоятельства иногда меняют людей в лучшую и худшую сторону. Это реальная история. Говорят поклонники сериала, что если это драма, то скорее всего нас ждет трагичный финал, например, что Ферит убьет себя после того, как обанкротится, и Сейран его бросит, но пока еще рано об этом судить. Финалы могут быть разные. Все зависит от хода сериала и от сезонов. Пока неизвестно, когда сериал закончится. У Сейран и Суны точно будут свои финалы. Хали Сага также примет участие в финале. Все они будут сформированы по ходу сериала. Пациентами знаменитый Гюльсерин были члены одной из самых богатых семей Турции. И если бы кто-то узнал, о ком именно идет речь, этим людям было бы очень некомфортно. Но только поклонников сериала такие слова не остановили, и они решили провести собственное расследование, в ходе которого выяснили, что прототипом Халиса Аги и его потомков вполне может быть семья Алтенбаш. Именно они являются магнатами ювелирного бизнеса в Турции и владельцами холдинга Алтенбас. Совпадений очень много, начиная с состава семьи, заканчивая ювелирными магазинами в Газиантепе, Истамбуле. Однако внук семейства Батухан Алтенбаш не женат, а только помолвлен Сэджи Каск. Похоже, создатели взяли фактуру семьи ювелиров. Однако история взаимоотношений в браке по принуждению вдохновлена совсем другими людьми по запискам психиатра. А вы что думаете по этому поводу? Какой финал нас ожидает грустный или же счастливый? Пишите в комментариях на этом. У нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!